ну там ситуация такая не знаю кто это слышал или нет что было обсуждение проекта планировки по этой территории слышали да вот и на самом деле ну там просто действительно колоссальные такие изменения предполагаются если сейчас там ну во первых этот проект планировки был приведен не в полном составе точно так как требуется там по городе строительные нормы но даже потому что можно было привести мы сегодня много обсуждали но сейчас мы с коллегой сидим говорим как бы не опоздать сейчас если больше сколько таких домов осталось он даже не может назвать точно на нагорное жил был долго не туда два дня и как не бывало и вот эти дома тоже вот сегодня есть а вот как нам добиться нужно мы не проснулись да вот смотрите если говорить вообще в целом по городу мы делали мониторинг первый раз двенадцатом году потом 14-15 то есть по конструктивизма у нас был составлен список по урал маши делали отдельную вообще работу то есть у нас этот список есть так скажем понятно что он изменился на сегодняшний день то есть это меняется вот все вот моментом если мы еще делали тут по кировградской дома вот стояли да вот плохо там видно ничего не видно и вот получается сейчас эти дома уже в но вот это вот тот проект планировки вот собственно говоря что может понять житель вот из такой вот картинки на общественном обсуждении практически ничего то есть хотя в принципе они должны были привести по правилам вот существующую застройку она не приведена но вы все равно все представляете вот это вот улица авангардная да это улица кузнецова кировградская и уральских рабочих то есть вот те дома те участки где как раз стоят деревянные дома они все уходят под застройку причем они как бы вот умышленно обозначают зоны медицинских учреждений они обозначают как административно деловую зону от которой якобы не надо никаких там этих самых зон но это вот собственно говоря такой ход и что мы видим то есть вот детские сады остаются те же самые вот это вот оранжевые это детские сады да знаете которые там есть школа значит но скорее всего это ничего не описано то есть никакого текста не прилагается вообще что удивительно хотя он должен быть приложен хотя бы основные положения и значит вот штриховка означает это новое строительство то есть скорее всего школа которая стоит на кузнецова она скорее всего сносится и там не дам капитальный ремонт оля вот все капитальные ремонты вы посмотрели если посмотреть программу по школам вот совсем недавно был снос сороковой школы да кто-то вот может тоже слышал этого на метеогорке то есть да вроде как под видом капитального ремонта но везде это идет через нос я просто специально зашла в эту программу конкретно вот по школам да по факту ок оказывается сноса не капитальный ремонт то есть еженет и баланс вот я живу окно в окно в первой школе а вы имеете ввиду на весь бульваре ну да на этом месте большая удобная школа но но сохранили памятник комсомольцу герою революции то есть это баланс его нужно найти я против того чтобы все признать до исторические стерилизацию проводить но где баланс та же 40 школа у друзей там учатся дети заявили вы едете в новую школу на этом же месте строить это происходит это происходит так ну во первых проект не самый извините прямо скажем лучше с жителями соседними не согласован вообще то есть там захватывается часть двора просто вот уже на самом деле тому жителю подключается я просто к чему вот говорю да да вот я поэтому и говорю что вот лучше давайте про уралмаш вот вы представляете сколько людей живет вот на этих вот территориях это в основном все как это вот как раз вот те самые двухэтажные деревянные дома так вот сейчас на всей территории живет 2500 жителей а планируется 7600 да то есть вот вот представьте себе это это и школьники этой машины то есть это вообще вот ну просто вот плотность не соответствующая даже вот предельной плотности по нормативам не города екатеринбурга не свердловской области то есть она намного больше и поэтому конечно вот получается что вот это вот и не знаю увеличится когда закончится можете отдать совет какой аргумент мог бы прозвучать если бы мы хотели кому-то удивить что давайте оставим такой бревенчатый дом вот как мечта понятно что это на уровне фантазии тем не менее какой аргумент от вас от профессионала мог бы прозвучать вот у нас тут было много аргументов нашего воспоминания это наша история это фиксация того с чего начинался урал марки еще аргументы могли бы быть ну я не знаю тут наверное вот во первых само желание жителей если они там хотят жить например вот мы были в квартире где жил бэлла шеффлер я не знаю откроется сейчас этого дома нет да но просто вот тот человек который жил в квартире был шеффлер так это по какому адресу это калинина 5 во первых они тут хорошо но мы не про не просто строить им конечно тех кто конечно вот они как раз жили в этих ворачьем это для специалистов я просто вот хочу сказать что дело все в том что например вот жители этого дома они даже не знали что их что там будут их выселять их на самом деле выселили можно сказать пожаром тем же самым вот то есть и когда мы туда ходили а ходили мы туда ну вот собственно говоря там это табличку что там жил бэлла шеффлер прикрепили и они его в общем-то жители отнеслись очень даже хорошо и позитивно там посадили деревья вместе привезли вот их из сада казанцева и ну он сначала то так не это не очень отнесся а потом вот ну сам даже пригласил что давайте зайдемте это самое посмотрим квартиру и они никто не знали что и будут вот собственно говоря оттуда выселять никто с ними никаких договоренностей не достигал и поэтому конечно вот был нужно что-то сделать сделать ну если 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 у жителей есть желание оставить надо оставлять то что хочется оставить да я слышала да 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 и говорила про это и наталья и в общем нам многим это очевидно что ну действительно требуется большая работа чтобы конечно как-то не просто изучить а вот артикулировать желание и эти желания даже если хотите вырастить чтобы они стали осознанными чтобы это желание было не то чтобы искренним а так сказать чтобы она фундировала пока и я бы очень хотела с точки зрения метафорического здоровья чтобы мы не умывали да ничего сейчас прямо мы сделать не можем но у каждого есть свои ответственность обсуждать знать что есть много людей у которых такие же желания такие же потребности знать что мы как-то можем объединять свои усилия вокруг нашей активности могут возникать новые инициативы нам могут присоединяться люди вот это такая рамка организационная которая сегодня возникла каждый третий понедельник будет проявлять себя и между этими понедельниками тоже можно проявлять на фейсбуке другой форме да потому что у нас контакты сейчас имеются давайте мы это будем делать даже если представим себе мы этого боимся ну я надеюсь за ближайший месяц что какой-то останется где-то хотя бы на площади да что-то давайте мониторинг площадью каждый раз приходится к сожалению на это обращать внимание правда потому что вот ландшафт города меняется вот этот несчастный дом на нагорной который сломан да на его месте будет понятно свечка и это совершенно изменит вот 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 эту блоку собственно нагорную до улицу тем не менее делай что должен и будь что будет давайте мы здесь будем собираться и обсуждать может быть постепенно мы и придем к неким реальным шагам может быть нам 10 лет надо будет заседать прежде чем кто-то в далеком каком-то городе покажет в интернете наши фотографии скажет 10 лет назад они начинали а вот а может быть но быстрее а может быть медленнее посмотрим как это будет тем не менее я хотела бы завершить благодарность за то что мы сегодня все тут собрались в этот холодный и темный вечер я буду всех ждать 17 февраля последующие принадлением давайте мы будем переписываться и коммуницировать по перерыве между нашими заседаниями и оси всегда ждет тех людей у которых есть интерес инициатива желания кто готовы эти интерес инициативы желания что вы хотели можно еще окончить минуточку да что все таки надо повышать свою такую грамотность как как жителя города если есть какие-то вопросы вот по каким-то городостроительным вопросам пожалуйста да обращайтесь а еще лишь о наследие да где можно конкретный объект заявить для охраны и так далее вообще удивительный какой-то его жизни несколько проектов получивших гранты несколько групп людей которые все за город а город те же там вот это парадокс у нас есть и нет никакого брата я замечу мы абсолютные в этом смысле бессеренники но рады с ушками чаем вас и не я можно что-то просто пару слов скажу давайте нам нужно каким-то образом с вами все равно связываться я надеюсь вы оставили все свои координаты если есть анкета то пожалуйста передайте заправить да я хотела бы про школу наследия я являюсь участником школы наследия и не знаю можно ли зарегистрироваться еще но если у кого-то есть желание поработать над сохранением зданий на урал маша то можно к этой школе присоединиться учиться это делать в частности вот я там координирую урал маш то есть мой интерес часам ближайшие это школа на 22 процент до 8 которая тоже скоро возможно потеряется а возможно и нет потому что очень много делается это недавно рассказала об этом если интересно будет тоже послушать я могу сказать и право сохранение темпа как вы сохраняли и как учил школу стране центральная заводская лаборатория у нас стоит у нас из мадрид пожалуйста присоединяйтесь кому интересно вы можете просто вот со мной это делать пока вот я одна а мне хотелось бы чтобы было снова имеется до сурова маша мне хотелось бы чтобы люди соединились мы вместе учились и вместе друг друга поддерживали